То есть подстрочником вместо канонического стихотворного перевода непросто. Всё это сложно, но режиссёр Борис Ерёмин не ищет лёгких путей. Он поставил в Театре Моссовета спектакль «Учитель танцев», пригласив на главную роль известного танцовщика Гедемина Сатаранду. В роли Флореллы, недавно принятая в труппу артистка Екатерина Гусева. Спектакль готов, сообщает Нара Ширалиева. Пьеса «Учитель танцев» прошла любопытную эволюцию на нашей сцене. Даже те, кто в силу возраста не мог видеть «Учителя танцев Театре армии», слышали об этом спектакле «Долгожители», в котором играл Владимир Зельдин, а потом Фёдор Чеханков. И вот возвращение к пьесе. Но и Ерёмин не был бы Ерёминым, и 21 век не был бы веком нового, если бы этот «Учитель танцев» не казался спектаклем отличным. В смысле, значительно отличающимся даже от того, что написал Лопе де Вега, и тем более от классической постановки. В спектакле практически нет поэзии, только маленький фрагмент, сделанный в шутливой манере, под испанщину. Оставим в розу скучной драме, и будем говорить стихами. Присутствует и перенос времени, каким уже пользовался Ерёминым в «Амхатовской последней жертве». В данном случае сценография отсылает к периоду между мировыми войнами. Хотелось бы, чтобы уровень страсти и чувства всё-таки остался Лопе де Веговский. А костюмы, гримы, ну это просто стиль, который мы имеем право поменять. Интересно, что всё-таки сложнее – научить драматического артиста танцевать или танцовщика произносить текст? В своё время Зельзин немало времени потратил на работу над своей балетной ролью. А сегодня Гедемину Сатаранде приходится всерьёз осваивать актёрское ремесло. Всё сложно, здесь нужен синтез, да, здесь нужно и владеть языком, и работать с партнёрами – тяжело. И всё-таки в современном учителе танцев привлекательнее всего танец. И потому что учитель слишком убедителен, и потому что с партнёршами ему повезло. Нара Ширалиева, Егор Кривонос, служба новостей телеканала «Культура». Субтитры создавал DimaTorzok